Иркутский областной художественный музей имени Сукачева. Сюда сейчас не попасть, все на замке, но это логично, а мы попробуем со служебного входа прорваться только лишь для вас, наши дорогие, для того, чтобы вы в этот момент, сидя дома на самоизоляции, имели возможность посмотреть на величайшие произведения, которые хранятся в запасниках, да и в выставочных залах нашего художественного музея. Ну что, начинаем нашу экскурсию. У нас не странно, портрет великого князя Александра Павловича. Как, это не девочка, что ли? Это не девочка, это мальчик. Более того, это не просто мальчик, это будущий император Александр I перед вами. Ух ты! Самый, который победит Наполеона. А почему он в платье женском? Почему он в платье? Первый вопрос, который задает, ну, максимум. Все, не следующие. На экскурсии рассказываем эту историю. Дело в том, что моды детские, как и таковой, в 18 веке не существовало, и, в принципе, детей до 12 лет их одевали достаточно так и свободно, рубашечки, распашоночки. А почему именно такие вот трюшечки, кружева и прочее мы видим? Дело в том, что существовало поверье. В 18 веке медицина была не на самом лучшем уровне, и была большая смертность среди детей. Дети умирали, да? Из большого количества, там, 10-15 человек до взрослого возраста, доживали намного лучше, чем 5-7. А поскольку аристократии, тем более, императорские дома стремились сохранить в первую очередь мальчиков, то старались оберегать разными поверьями. Будущих царей, да? Будущих царей, да, наследников престолов. Наследников престолов, да. А что аристократия род передается по мужской линии. Поэтому зародилось такое поверье. Давайте попробуем бебетишек редить одинаково, чтобы смерть запуталась, и мальчик, и девочка, и не запирала никого. Когда мы говорим о портретах императора, прежде всего мы представляем, что это дорогие горностаевые шубы, меха. Ну да. Это атрибуты, которые находятся рядом. Ну, в принципе, такие были официальные портреты 18-го столетия. А Павел, посмотрите, он совершенно одинок на этом произведении. Мы видим императора. Мать не хотела отвать ему престол, как я уже говорил. Ну, наверняка, все помнят фигуру Екатерины Великой, действительно, что так было. Самодержавая мама. Это ее сын, по сути, да? Это ее сын, и, по сути, это ее единственный сын. Единственный, да? Да, то есть, это действительно законное наследие престола. Сына она, кстати говоря, не любила. Не любила? Но она с ним не очень хорошо. Да. А почему? Ну, судя по всему, потому что она не любила своего первого мужа. То есть, не любовь первого мужа, как бы? Пикра третьего, в общем-то, она его и убила для... То есть, такие политические интриги, проблемы... Брак был политическим, да, наверняка? Да, и для нее было очень важно находиться на троне. Сын был очень торстепенен. Павла, по сути дела, очень любила его бабушка, Елизавета Петровна. Она действительно от души не чаяла в своем внуке. Ну, не дождалась его царствования, да? Нет, к сожалению, не дождалась. Так вот, личность на царствовании была действительно не заурядной. Он, во-первых, пошатнул крепостное право. То есть, крестьяне начали работать только три дня в неделю на своего помещика. При этом воскресенье было объявлено выходным днем, мы за этим следили. Также у него были очень свои обратные отношения с религией. Он хотел создать единую христианскую церковь. Это был первый литератор русский из династии Романовых, который встретился с папой Римским. Ого! Совершенно верно. То есть, он вел переговоры такие, да, условно? Да, там было несколько встреч, были действительно переговоры. И даже во время, насколько все поняли, буйствовала французская революция, Наполеон и Сиддлак. И когда... Хотел договориться, короче, да? Он даже не просто хотел договориться. Там даже шли переговоры о том, что резиденция папа Римского будет перенесена в Петербург. Ого! И, кстати говоря, в Петербург, после того, как была завоевана Наполеоном Мальта, была перенесена резиденция Мальтийского ордена, а сам Павел стал великим манистром этого ордена. Мальтийского. А орден, между прочим, католический. Сам император был православный. А почему некоторые картины закрыты? Он сейчас или нет? Именно он издал указ, что будущими царями России могут быть только мальчики. Последовать престол могут только мужчины. Мужчины. И после него женщин не было. Как раз поэтом, глядя на портрет юного Александра Бликова, вот глядя на эту синюю ленту ордена Андрея Павелоноста, можно сказать, что это точно мальчик посмотреть на дату, что это наследник императора, который видит себя после. Как хорошо знать историю. Мы в музее художественном. Здесь никого нет. Только я и вы. Такая будет сейчас экскурсия. Дело в том, что гуляя по нашим залам, некоторые посетители могут наталкиваться на такие закрытые произведения. То есть закрыты шторками некоторые картины. Почему? Закрыты шторками, да. И пожалуйста, не пугайтесь и не удивляйтесь. Не прячем ничего от наших посетителей. Но некоторые виды художественной техники, они очень чувствительны к свету. Это гуашь, это акварель, это пастель, это фактически все графики. Но когда открыт музей, они открыты, да? Нет. Вы подходите, когда вы смотрите, вы можете отодвинуть шторку и полюбоваться, сколько вам. А, сам посетитель может открыть? Да, но потом желательно за собой закрыть. Потому что правда, это уже более 300 лет. И если мы не будем соблюдать такой световой режим... То будет светить. Этот портрет заказан благодарными иркутянами для общественных данных Иркутска. Дело в том, что Николай Николаевич, он был генерал-губернатором Восточной Сибири. В течение 13 лет губернаторствовал на нашей земле. И сделали Иркутска очень много, на самом деле, хорошего. Он развивал культуру, он развивал науку. Благодаря ему появился русско-диографическое общество в Иркутске. Также появилось первое деревянное здание драматического театра. А, первое драматическое здание деревянное. Это было им построено. Да, при нем построено. И поэтому река Амур позади, да? Река Амур. И вот посмотрите, карта. На карте, снимите, написана карта Амурской страны, присоединенной к Российской империи. То есть, это показатель именно этого его влияния. Сейчас можно тоже каких-нибудь политиков нарисовать на фоне Крыма, например, да? Ну, может быть. На самом деле, муравь Амурская, дело действительно очень значимое дело для всей нашей страны, которая осталась на реках. Да, и до сих пор границы между Китаем и Россией проходят, собственно говоря, по реке Амур. Угу. Он был из Франции, действительно, после... А, француженка он был? Да, француженка. И после того, как он оставил здесь пост, он в конце... Она сюда не приезжала... А он жил где, в каком городе? Он в Иркутске. Именно в Иркутске, да? Да, в пост как генерал-губернатор. Он здесь 13 лет провел, по-моему, украинцев даже не восстанавливал ему экспозицию. То есть, он приехал, что он 13 лет на эти годы управлял, да? Она его ждала в Петербурге, как бы сюда она не поехала из-за климата. 13 лет? Да, 13 лет. А вы думали... Поэтому, я думаю, кольцо здесь. Жены декабристов тоже. А он что, ездил к ней? Ну, возможно, по каким-то делам отчитывался перед императором, конечно, бывал с визитами. Ну, так-то это достаточно удивительно, что жена... А потом они уехали, кстати говоря, во Францию, скончался в Париже. Ну, для чиновника это, в общем-то, и настоящего времени не исключение, мне кажется. Давайте идем дальше. Я вам обещала показать еще одну музейную карточку нашего музея. Еще одна профессиональная работа, которую не проходят наши посетители. Здесь мы говорим уже про XIX век, здесь мы говорим уже с вами про пейзажи, и здесь мы с вами разобрали уже такую интересную тему, как передвижники. Вообще, у нас этот зал, не гласно, так называется, зал Сукачева, потому что в большинстве своем здесь те работы, которые собирал свою коллекцию, основатель нашего музея Владимир Павлович. Да, очень мелкие детали, да? Мелкие детали принесла, наверное, обетом девушка. Вот там вот, обратите внимание, собака загоняет корову, отбившуюся. Вот, да, вижу. Там она, совершенно верно, здесь у нас стадо гуляет. То есть, даже отдельно, если брать фрагмент, они уже могут смотреться, как такое самостоятельное. Ну да, здесь надо прям присматриваться, да? Да, совершенно верно. Это чудная работа. Это Илья Репин. Это Илья Репин. Конечно, все знают нашу девочку-рыбачку, да, Илья Репин, она у нас называется. Нищенка, которая, да? Нищенка, совершенно верно. Она сейчас уехала в гости в другой музей. Вернется? Конечно, вернется, что вы. Куда же денется? А сейчас мы представляем Репину на дне Машей Репин. Это закрывается на ночь, да? Это на ночь, для того, чтобы не спылились. Ничего себе. Это, чтобы закрыть музей, надо вот все пройти и каждое произведение искусства закрыть, да? Дело в том, что мрамор имеет проницаемость вовнутрь, да, и грязь его напирает. Может впитывать в себя со временем, да? Да, то есть, вредно грязь ему его все равно перенесет. В принципе, все скульптуры, по-моему, независимо от материала, у нас закрыты. Угу. Да. То есть, перед нами произведение Марка Антропольского, которое называется Иван Грозный. Невероятно интересная скульптура, которую сам Антропольский называл «Маленький Иван». На самом деле, таких Иванов Грозный... Мало кто знает, что до определенного момента здесь были совершенно другие, да? Ну, на самом деле, художественный музей, музей появился не так давно, если говорить об истории города Иваново. Тысяча девятьсот... Семьдесят... Ну, какие семьдесят... Вы знаете, коллекция сама, значит, мы в этом году будем праздновать 150 лет. Коллекции? Да, потому что мы ведем свое начало от... От коллекции Сукачева. Когда он начал коллекционировать, да? А он начинал 150 лет назад. А он коллекционировал дома у себя сначала, да, наверное? Да, усадь за Сукачево. Это сейчас наш историко-мемориальный комплекс, потому что... Усадь за Сукачево. Усадь за Сукачево. Дело в том, что когда он начинал свою коллекцию, в отличие от большинства коллекционеров, которые, знаете, так ведут мое, никому не дам, кому не покажу. Но идея Сукачева, как просветителя такого, да, и государственного битвы, она была в том, что он хотел жителям как-то города еще это показать. Он мечтал о картинной галерее. При жизни идея не осуществилась, и его план был отвергнут руководством города с формулировкой «нет мест, нет зданий». Поэтому коллекция располагалась у него в усадьбе, он с удовольствием принимал, если это группа детей приходили, он рассказывал. Показывал, рассказывал, рассказывал, то есть у него не было в закрытом каком-то моменте. Он даже переживал за пожар, поскольку это деревянный комплекс, у него стоял вот огромный такой резервуар с водой на случай пожара. То есть столько ценностей внутри было, да? Чтобы было сохранить. И уезжая из Иркутска, он уехал в 1900 году, обратно он уже не вернулся, он оставил там целую историю, он получил наследство огромное. Вообще у нас было, если говорить о его деятельности, то он был градоначальником. То есть это мэр, да, по сути? Это да, это мэр нашего города. Мэр 19-го века. Несколько раз его переизбирали, то есть должность была, значит, он принес, случился один из пожаров, он очень много денег жертвовал на восстановление города из Личенко. То есть он сам был богат? Он получил наследство, но наследство шло на миллионы. Там, конечно, была тяжба с другими родственниками, но он ее выиграл. И вот он это наследство тратил целенаправленно на приобретение произведений искусства. Причем он ездил в столицу, и он покупал именно художников того времени. Почему мы сейчас видим у нас Айвазовского, почему мы сейчас видим Репина, которому завидуют столичные музеи, да, потому что там целая история была, как у нас эту картину хотели забрать. Забрать прям, да? Забрать, да, действительно, в советское время тоже другой директор Алексей Деменкович. Хотя он отстоял нашу нищую рыбачку. В то время хотели забрать в Москву, да? Да, в Тричковскую галерею. Ой, как классно, что у нас осталось у нас, да? Да, нет, у нас на самом деле и советское искусство, у нас пластов пытались забрать, потому что так же тоже целая история была. Ну, они же все равно, как я понимаю, картины путешествуют, на выставке они куда-то перемещаются, да, возвращаются, потом обратно. Да, сейчас, но они закреплены за музеем, это госимущество, поэтому это наши национальные достоинства. А в деньгах, по сути, картины оценить невозможно, невозможно понять, сколько там стоит самая дорогая картина в Близи. Они имеют страховочную цену. А, есть страховочную цену. Когда выезжает картина из стен, все должно быть застраховано. Она обязательно, она не отправится просто так, вы сами понимаете, это наши современные реалии. И, конечно, экспертный совет, он дает ей какую-то ценовую... Оценку? Оценку, да, но вы сами понимаете, что даже если будут эти деньги, если что-то случилось... Вы же не купите новую. Вы не купите новую на эти деньги, ее просто не существует в природе. А вот цифры, какие, самая дорогая картина, не знаете? Наверное, нет. Теребрегин. Цифру не знаете сколько там? Миллион. У него было, когда он возвращался из Москвы в 2000-х годах, где-то страховочная стоимость была миллион долларов. Миллион долларов? Да. Это ценно, да? Рыбаков, начало 20-го века, он ездил в Италию лет 5 или 6 назад, у него было 600 тысяч евро страховочных. 600 тысяч евро. То есть эти картины висят в нашем музее, и их можно посмотреть за стоимость билета, и можете увидеть те картины, которые стоят миллион долларов или 600 тысяч евро, да? Просто, понимаете, не все же соотносят, да? Музей никого. Иисус Христос проповел всем ученикам из стен храма, и в это время разгневанная толпа привела к нему женщину, которая была поймана на береге Бунда. Привели ее противники Иисуса Христа, это фариси и саддуки, которые написаны очень характерно для того времени, да. То есть это такие прям почти, ну, не скажешь, что карикатурные персонажи, конечно. Но яркие, да. То есть кто видел в то время, сразу понимали, кто это. И они спрашивают у Иисуса Христа, вот по древним законам Моисея мы эту женщину должны забить камнями, посмотреть, показывать пальцем на камень, что он, Иисус, давай-ка возьми и кинь первый. И продолжают, а ты, Иисус, говоришь, что всех надо прощать. Мне было очень интересно сегодня побывать в музее, не только потому, что я там находился практически один, а потому, что я сегодня узнал много интересных фактов. Надеюсь, что эта экскурсия была полезна и вам, наши дорогие. На этом мы не заканчиваем. Мы продолжаем наши экскурсии по музеям нашего города Иркутска в момент вашей и нашей самоизоляции.